мир вам дорогие мои братья и сестры меня зовут леонид фамилия мая ким я являюсь пастором русскоязычной баптистской церкви здесь нью-йорке наша церковь находится в бруклине вчера я начинал лекции о возвращении к евангелию сегодня мы будем продолжать эти лекции сегодня вторая часть вчера я остановился на страхе чувство страха что такое страх чувство страха оно пришло духа рабства для того чтобы приручить раба хозяин раба пользуется кнутом и пряниками потом он бьет раба а пряником если раб все правильно хорошо делает дает ему пряник за это рабы имеет страх за то что если он неправильно что-то сделает то хозяин его побьет кнутом а если он все делает правильно хорошо то хозяин дает ему пряник вот чтобы потерять чтобы не потерять этот пряник и чтобы его не били за то что он делает что-то не так раб он находится в рабстве и хозяин он держит раба вот этими двумя разновидностями страха и управляет рабом страх наказания страх потерять вот этот пряник он держит раба если хозяин использует вот это эти две разновидности страха то рабу ему невозможно освободиться от рабской жизни израильтяне они уже освободились от своей рабской жизни это является совершившимся фактом они жили в земле рабство жили в египте и они вышли из этой земли вышли из рабства это факт однако же этот факт не стал реальностью для них в их сердцах еще существовал страх этот страх стал петлей для них делал их такими что они не могли идти к богу они видели видимый страх который являлся для них реальностью но не был реальностью невидимый бог который вывел их из рабства который помогал им дорогие мои относятся ли эта история только к израильтям вот когда вы думаете о египте это страна рабство он представляет этот мир рабство то вот этот египет и эта история становится ли нашей истории вашей истории есть много людей которые всю жизнь живут как рабы греха и умирают может быть несколько человек имеет успешную жизнь до когда они живут без бога они все равно успешны они чего-то добиваются и какие люди говорят не желайте царства божий и почему они так говорят потому что вот эти временные острые ощущения и удовольствие они получают их в этом мире но они никогда не имели в душе бог дорогие мои фактически этот мир он является почему-то хорошим местом жить жизнью которая идет на компромисс с грехом если сравнить ее с жизнью которая борется с грехом из-за этого ну из-за того что мы в этой жизни имеем разные разновидности пряников и страх потерять это ну какие пряники в нашей жизни бывают это фильмы хорошие друзья футбол хорошее время провождением гарантированное будущее уважение со стороны людей люди так думают действительно ли я должен жить такой убогой жизнью верующего когда у меня все есть то что этот мир дает мне этого достаточно перед тем как мы прямом решение жить как иисус наши сердца становится печальными людьми словами это так тяжело отказаться от маленьких грошек пряник который дает этот мир страх это не просто чувство которое дает нам неудобства мы становимся рабами страха и по этой причине иисус говорил что он пришел в этот мир для того чтобы освободить нас от страха давайте прочитаем евреям глава 2 15 стих и избавить тех которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству то самый большой страх у людей живущих на этой земле и у меня и у вас это страх перед смертью есть много разновидностей страхов у людей которые живут в этом мире но я хочу сказать только о двух разновидностях страха сегодня первое это страх за прошлое наверное есть мало таких людей которые не боялись бы вот в прошлом у него были какие-то дела недостойные и не дай бог вот если об этих недостойных моих делах узнает моя жена или мои друзья мой шеф ой что это будет лучше бы они не знали и я скрываю это чтобы никто не узнал об этом вот это страх за прошлое еще есть страх за будущее а что будет дальше вот сейчас я слышу даже многие миссионеры и верующие так вот они миссионеры сейчас трудятся вот пока трудятся а потом когда постареют как они будут жить нет средств к существованию пенсии они не будут получать вот такой страх дальнейшем что будет но еще больше страх у всех людей до страх перед смертью или бояться смерть голос божий обращен к израильтянам которые были рабами их страхах это стихи 13 и 14 который мы вчера читали божие приглашение к израильтянам которые вопили оставь нас они так говорили моихей говорил им не бойтесь стойте и увидите спасение когда они сейчас вышли из египетского плена и они идут маршем и перед ними воды красного моря а позади египтяне на колесницах с копьями с мечами страх смерти перед их глазами моисей говорит им не бойтесь стойте и увидите спасения никогда не забывать господнее приглашение также примите решение собираетесь ли вы упасть вечную смерть потому что боитесь смерти в вашей жизни и стали рабами дьяволом или собираясь умереть в этом случае вы будете идти над смертью и будете вечно свободным человеком если вы истинно верите что это есть правильный путь идти примите решение это приглашение от бога это приглашение разорвать цепи дьявола и спасти вашу жизнь это есть меч божий который будет спасать вас ни в коем случае не бойтесь стойте твердо и увидите спасение божие это то же самое что моисей говорил израильскому народу не бойтесь стойте и увидите спасение божие спасение это абсолютное упование на бога они уже ничего не могут сделать они стоят предводами красного моря сзади и египтяне они ничего не могут сделать них только упование на бога надежда на бога аминь евангелие дает нам это евангелие дает нам вечную жизнь открывает нам царство божие только стойте и улыбите спасение божие дорогие мои братья и сестры чтобы мы тоже стояли стояли в вере уплывали и надеялись на бога евангелие это благая весть это радостная евангелие это иисус христос евангелие это благая весть очень важно как мы его принимаем как мы относимся к евангелии должно быть правильное отношение к евангелии что значит правильное отношение к Евангелию. Это значит, что к Евангелию я должен относиться всем с сердцем. Стоим ли мы перед Красным морем или в какой-либо другой ситуации или в обстоятельствах, когда беда? Будем ли мы желать непоколебимые Евангелия? Действительно ли вы, дорогие мои братья и сёстры, желаете, чтобы Евангелие стала реальностью в вашей жизни? Давайте мы прочитаем Евангелие от Матвея, глава 7-6 стих. Смотрите, что говорит Иисус Христос. Обращается к ученикам и к нам, с вами. «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Иисус говорит, «Не давайте жемчуга свиньям». Псам говорил это потому, что свиньи и собаки, они не знают ценности жемчуга и будут наступать на него и топтать жемчуг. Евангелие не дано просто любому человеку. Оно предназначено для тех, кто готов принять его и оценить истинное Евангелие, которое было дано им, Богом, нам. «Действительно ли вы готовы?» Если это так, есть только одно отношение, которое требуется. Библия предлагает нам этот путь, через который Евангелие может стать реальностью для нас. Притча, глава 4, 8 стих. Давайте прочитаем. «Высоко цени её, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней». Амин. Здесь говорится о Евангелии. «Высоко ценить Евангелие, она прославит тебя. Высоко ценить её, прилепиться к Евангелии». Во взаимоотношениях, когда человек встречается друг с другом, два человека встречаются друг с другом, есть такие необходимые правила. Это правила такие. Если я встречаю кого-то всем сердцем, то всем сердцем получаю. Если люблю, то всем сердцем отвечаю на любовь. Что происходит, если дающий до конца всем сердцем, но принимающий не до конца принимает всем сердцем? В этом случае принимающий никогда не получает всё до конца отдающего. Эта любовь, данная до конца всем сердцем, она не может быть принята. Господь говорит к нам, всем сердцем говорит к нам. Нам надо принять то, что Он обращается, и обнять Его всем сердцем. Если говорить точнее, наше отношение, когда мы стоим перед Евангелием, мы должны всем сердцем, всей душой стоять перед Евангелием. Другими словами, причина, почему Евангелие не стало реальностью, потому что мы не рисковали жизнью за Евангелием. Потому что если у меня есть самое ценное, самое дорогое, я готов жизнью рисковать за это ценное. Для такого типа людей Евангелие, оно не входит, оно не допускается, оно не работает внутри него. не относится к Евангелию как к чему-то очень дешёвому. Дорогие мои, я хочу спросить у вас, стала ли Евангелие для вас абсолютной ценностью и очень дорогой вещью? Если стала, то когда? И были ли у вас в жизни такие случаи, когда вы за Евангелие рисковали своей жизнью? Ну, может быть, не жизнью, а самым дорогим, самым ценным, что у вас есть в жизни? Что у нас есть самое дорогое? Это наши дети, внуки, жёны. И ещё дорогое — это время, которое Бог нам дал. Ну, давайте поразмыслите над этим на следующей нашей встрече. Завтра мы встречаемся. Пусть Бог благословит вас. Аминь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова